Хееееей. Ну чё, поехали? В прошлый раз мы остановились на том, что узнали новые подробности расследования. Калькштейн и некий могила также замешаны с саламандрами. И честно говоря, эти новые факты вызвали в моей голове тотальный шок. Я так и не могу разуметь, при чём здесь Калькштейн? Этот ламповый, мартышка-подобный дед. Забавный факт, он ещё и девственникста. Ой, да он такой же, как и я! Вообще готовьтесь, что после данного выпуска у вас либо повысится IQ, либо вы ничего не поймёте и поедете кукухой. Я ещё при написании текста для данного ролика чуть ли не сделал бэкфлип своим разумом прямо в дурку. Но я всё ещё с вами, ведь Рейд Шадоу Ледженд всегда поможет мне словить настоящий релакс душой и телом. Мне надоели типичные современные мультяшные Игори, в которых ноль серьёзности и хардкора, и именно на фоне такого грустного упадка Игори Рейд буквально ворвался, выломав дверь ногой в кованом сапоге. Что мне нравится в этой игре, так это именно атмосфера тёмного брутального фэнтези. Плюс Рейд очень напоминает те самые мои любимые олдовые Игори, как например хардкорные Вангеры или эпичный МГС-4. Тем более игра абсолютно бесплатная, а графика-то здесь какая лёпота. Теперь вы наконец-то можете играть в Рейд не только на мобилке, но и на ПК. Версии X100 связаны между собой, так что можешь чилить и дома, и в любом другом месте. Кстати, не забывайте искать меня по моему нику, дабы вместе устраивать рофлы. Так чего же вы ждёте? Прямо сейчас переходи в описании под видео, качай Рейд только по моим ссылкам, и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для новых игроков. Удачи и жду тебя в Рейде! Хотя я всё же попробую вам пояснить истории максимально доходчиво и в деталях, чтобы оправдать свои годы обучения в педагогическом. В первую очередь мы идём к детективу и докладываем обо всём, что узнали, а именно, что Винсент Мэйс хоть и ментяра-слэш-модератор в Изимске, но по натуре чилибас нормальный, а вот могила и Калькштейн скорее всего кизлочи-злодейские. Странно. Могила должен быть заинтересован в том, чтобы устранить Саламандр. Бандиты могилы враждуют с Саламандрами. Закрепили свои головушки? Можно даже сказать, что между ними происходит война банд. Поэтому зачем тебе бандюки напали на нас в лечебнице, вообще непонятно. Могилу мы должны опросить, прям сурово так, а Калькштейну втереться в доверие, и вообще не стоит на него сильно давить, всё-таки он ламповый омега-битурт. В первую очередь идём к рикетиручу. Этот субъект иногда релаксирует нашим любимым питейным заведением под кудлатом Мишкой. Прям какая-то бандитская столовка. Шо тебе нужно, выродок? Как дела? Старая шлюха родила, пошёл прочь, мутант! Уже сразу понимаем, что этот персонаж не из простых. У меня есть к тебе вопросы. Ты забыл, с кем говоришь. Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь посчитать до трёх, как тут будет дюжина молодцов, которые сделают из твоей задницы большой каньон. Угрожать человеку гомосексуализмом – это по-славянски. Именно поэтому и сенгешных шиперов боятся куда больше, чем западных. Шлюхи, воры, убийцы – все они подчиняются мне. Но тем не менее, Геральт тоже в душе тот ещё любитель воровайок, и поэтому находит с бандитом общий язык. Я слышал, как ты разобрался с ребятами профессора и братьями Мишеле. Я отвечу на твои вопросы в знак доброй воли. Могила рассказывает нам, что он враждует с саламандрами, и тогда в лечебнице бандиты хотели не убить нас, а спасти своего товарища, который походу является двойным агентом, балансирующим между могилой и Азарьеведом. А мы всего лишь оказались не в то время, не в том месте и не в том городе, короче. А что, звучит логично? Ладно, Циклопич, живи пока что. Приходи ты, если вдруг понадобится работа. Теперь пора наведать Калькштейна. Кстати, от Альберта Калькштейна созвучно с Альберт Эйнштейн. Опять же, просто ради рофла подмечаю. Наконец-то хоть один храбрец откликнулся, и никто иной, как Ведьмак, сам Геральт. Мы снова встретились. Алхимик внезапно очень рад нас видеть, так как у него есть архиважное задание, которое он на нас вываливает, даже не дав спросить про Саламандр. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. Конечно, мне сейчас придется все до последней детали рассказывать и описывать, а иначе вы ничего не поймете, и тогда зачем я вообще это затеял, да, Кинза? Недалеко от Вазимы находится болото, где стоит некая башня. Построена она была неким то ли алхимиком, то ли магом, но тот куда-то подевался, и, короче, теперь в ней никто не живет. Однако, сила, заключенная в данной постройке, за время простоя, вышла из-под контроля, и теперь находится рядом с башней равносильно пикнику на обочине. Калькштейн хочет проникнуть в это здание, дабы узнать тамошние секреты и написать диссертацию по данному поводу, потому что он по жизни типичный вечный студент. Он просит Герванта помочь откупорить башню, а в награду, если что, даст аж тысячу монет. Не сказал бы, что это много, так как я уже успел тысячи две заработать и потратить на книги. Вы спросите, а нахачему? А потому что частично прокачка идет через чтение литературы, так как из нее мы узнаем и новые рецепты, и как добывать с монстров всякие полезные части тела, и как собирать в цветочках их пестики и тычинки, но не суть. Белобрыса, конечно, не против срубить лишний косарик, но интересуется, а че делать-то надо? Нам нужно узнать подробности о башне, и как ее открыть, а узнать все это можно путем опроса тамошних жителей, или же чтения старинных книг. Это и есть первый этап нашего задания. Конечно же, поговорив за постройку, мы спрашиваем алхимика за Саламандр, и того несчастного бандита, который полудохлый лежит в лечебнице и выпёрдывает зелеными брызгами имя Калькштейна. Этот человек? Хм, наверное, это потому, что я его нанял. Манки Кинг поясняет нам, что того бандюгу он нанимал даба, тот работал его личным телохранителем от Саламандрынского быдла, а заодно выполнял всякие опасные поручения. Если тот доходяга был Саламандры, то кудесник об этом и знать не знал. И на самом деле это тоже звучит логично, ну потому что вы только посмотрите на рожу этого задрота. И хоть у нас на данный момент каких-либо точных доказательств нет, я всё равно поверю алхимику. Когда найдёшь этого преступника, я с радостью тебе помогу. А теперь пора возвращаться к работе. Сейчас наша задача узнать как можно больше про башню, параллельно разбирая весь творящийся вокруг преступный абзац. И опять же нам в этом поможет Торч. При разговоре с Юзи тот не осознавая даёт нам наводку аж на трёх новых подозреваемых. Ёперный театр, я ж сейчас головой трону всё это объяснять. Господи, что за дзинч писал сюжетку для этой игры? Я бы за четыре видоса уже давно половину третьего Ведьмака разобрал бы, или в муравинде уже этого дарища палкой по попе бил. А тут какие-то расследования, подозреваемые. Ой, ладно, хрен с ним, объясню всё по порядку. Стражник рассказывает нам, что профессора выпустили под залог, деньги для которого были переведены из банка Вивальди. Этот Вивальди наш первый новый подозреваемый. Далее Гашин рассказывает, что кто-то платит за убийство Саламандр, а именно скупает значки земноводных по достаточно высокой цене. И кто же этот загадочный филантроп? Связного этого неизвестного господина мы найдём в таверне под кудлатым Мишкой, потому что видим в городе больше негде тусоваться, кроме как в изимской летней кафешке. Этот неизвестный скупщик наш второй подозреваемый, так как он хоть вроде и благое дело выполняет, но его причины нам тоже очень даже интересны, и поэтому мы заносим альтруиста в наш список подозреваемых. После очередной дорожки мифа Морозная Свежесть, Минтяра радостно отвечает на вопрос Геральта про серебряный ведьмачий меч. Его продал скупщик Талер. Вроде бы, ну да ладно, но не ладно. Ведь этот скупщик вёл беседу с Винсентом буквально перед тем, как капитан Стражей освободил профессора, да-да. Это явно непростое совпадение. Поэтому мы его тоже заносим в список подозреваемых. Всё, я рассказал это, я смог. Как же сложно пересказывать игры. Лучше бы реально записывал летсплей в реальном времени, где сидел бы, пил чай и рофил со слова какатрикс. Что же нам сейчас сделать? Я своими ведьмачьими мотолышками ковыляю до скупщика Талера, дабы познакомиться с ним поближе и просто поболтать тет-а-тет. Я скупщик. Я покупаю и продаю. Ну так что, будем рожи корчить или у тебя чёртово дело? Перс достаточно сложный в общении, и вообще он выглядит как стандартное циррозное мудло. У нас такие по двору ходят и до челкачей докапываются. Хе-хе. Про Саламандр он конкретно ничего не говорит, ну потому что пельмень я по роже вижу. А за ведьмачи меч он поясняет, что купил его у игрока в кости, который тусуется под гудлатом Миш... Да вы чё, издеваетесь надо мной? Это чё, криминальная общака какая-то? Не удивлюсь, если там в свободное время Азарьевец с профессором Шавуху употребляют и визимским чемпионом шлифуют. К тебе приходил ещё один ведьмак, Берингар. Этот долбанный меч не его! Мы предполагаем, что этот меч ведьмака Берингара, но Талер говорит, что про того ведьмака слышал, но толком ничего про него не знает, и вообще, Берингипуркич работал на Калькштейна. У меня уже скоро кукуха поедет разбирать все эти хитрости сплетения. Тот был, тот с этим. У игрока в кости мы спрашиваем, мол, откуда ты взял меч-чудила? Он говорит, что ему меч проиграл садовник. Рассказывай, где ты добыл этот меч? Сам садовник говорит, что меч он получил ещё при битве под брены от ведьмака Кайона. Кайон персонаж из книги, который участвовал в некоторых жизненных эпизодах Геральта, и само собой Геральт об этом ведьмаке ничего не помнит, потому что он отстал, а чё поделать. Данная инфа никак не влияет на разгадку, где Азарьевец, и почему у ведьмака украли спирт. Но! Об этом я поверил ради того, чтобы вы поняли, насколько хорошо и усердно разрабы закинули разнообразные отсылки на книжные события. Поэтому те же самые фанаты книги от игры испытывают лютый балдёж. Да и вообще, этот огородник рассказывает нам рофлы про фэнтезийную Африку под названием Зерикания. «Самое пекло! Жарко, как в печи, и влажно, как в бане. Мы убивали местных, а Зерикание убивало нас. У них там мухи есть, которые прямо у тебя в носу ночью яйца откладывают. А потом личинки съедают твой мозг и вылезают через глаза, когда становятся взрослыми мухами. Отвратительно. Многие от этого умерли. А ещё болезни, ядовитые пауки и змеи, и ещё чёрт знает что, даже назвать как не знаю». Вот тебе и ликбез по ведьмачьи. Ладно, чапаем краснолюду Вивальди, хотя я не особо уверен, что он как-либо причастен к Саламандрам. Дело в том, что если поговорить с Золтаном о банкире, то он скажет, что банк отжали людские рекетиры, якобы на законных условиях. «У банка теперь новые владельцы. Люди. Это многое объясняет». Вполне возможно, это сделали те, кто связан с ячерицами, и сейчас этим банком управляет не краснолюд, а какой-нибудь Тиньков. Вот вам всё это хихоньки, а ведьмак всё больше походит не на экранизацию славянской мифологии, а славянского настоящего. То отжали, это отобрали, там убили, тут украли. Никаких тебе эпичных приключений борьбы добра со злом. Все вокруг злые дебилы. А Геральт всего лишь несчастный алкоголик. Мы заходим домой к Вивальде и застаём картину, как несчастного мужика вяжут стражники, причём по самой дебильной причине. «Ваш племянник – террорист с КОЭТЛ». «Это неправда». «Да это уже неважно, мы его повесили». «Понимаю». «О, кстати, говорил, что иногда разговаривал с вами, а значит, вы тоже террорист, поэтому пройдёмте-ка, молодой человек». «Не понимаю». «Вот вы думаете, я тут рофлю утрирую, как либераха какой-нибудь, но это буквально диалог между стражниками и краснолюдом». «Хорошо, что мы загробастали их до того, как они заполучили груз оружия. Харин настоящий патриот погиб, когда заманивал их в ловушку». Потому что игра очень даже жизненная, а в наше время ещё и актуальная. И тут мы опять ловим приход с последствий наших действий. Например, из-за того, что мы убили с КОЭТЛи, Вивальди посадили в тюрьму. А если бы мы этого не делали, то тогда эти нелюди убили бы кирпича, лол. «Вы как хотите, а я в этом мире не хотел бы быть ни ведьмаком, ни краснолюдом, ни человеком, ни спиртом. Я лучше буду сидеть дома и пердеть за компом, покушивая хрумки по акции». В тюрячке даём Юзу 200 монет в залог за полумужа, и вуаля, именно столько стоит краснолюдская жизнь. «Все сходят с ума!» Геральд хочет узнать про Саламандр, но заранее заявляет, Вивальд нормальный мужик. «Приятно, что ты так честен с краснолюдом». А тот, в свою очередь, говорит, мол, а заревит кретин и вообще нелюдь. Ведь когда краснолюд рылся в своих ценных бумагах, он нашёл про мага полезную инфу. А именно, что давным-давно Евет оплачивал через банк обучение в Патау магов. Но потом его выпинули оттуда, так как ему больше нравилось баловаться тёмной магией и прочими ректальными ахалай-махалаями. Ясно, колдун мало того, что злодеет, так ещё и чмо необразованное. Благодарный за свободу, краснолюд даёт нам полезные книги про башню, которые нужны по делу Калькштейна. «Надеюсь, тебе удастся вернуть своё имущество». «Дело не только в золоте». «Этот банк принадлежал моей семье на протяжении поколений, а сейчас принадлежит какому-то необразованному человечишке». «А, пустая трата слов». «И вы, люди, ещё смеете называть это законом и справедливостью». Прямо как в жизни. Теперь же мы можем идти к алхимику, дабы рассказать интересные вещи, но перед этим уточняем насчёт слов Тайлера, а именно, что на Макакиче работал Берингар. «Эх, а я так надеялся, что ты об этом не узнаешь». «Хочешь об этом поговорить?» Алхимик рассказывает, что Берингар был нанят так же, как и Германт, а именно помогать ему с делом башни, но совершенно внезапно пацан взял и пропал. «Ты нанял его, и он бесследно исчез. Не находишь это странным?» «Это та причина, по которой я хочу, чтобы ты раскрыл Тайну Башни». Вполне есть вероятность, что он сдох, но глядишь, если узнаем больше про башню, то узнаем, и что стало с Перегаром. Далее мы рассказываем, что узнали. «Мак жил в этой башне, пока не исчез. Скорее всего, он мёртв. Он пытался оживлять неодушевлённо и создавал глиняных големов, которые ему служили, но не были венцом его творения». «Да, это совпадает с легендами о Страже Башни». «Есть ещё кое-что, хотя я не очень понимаю эту часть. Я узнал, что есть десять краеугольных камней, которые представляют элементы и нити судьбы, от которых произошло всё сущее». «Значит, старые свитки не врут. Сифироты. Мне стоило догадаться». Тут нам Коклюш поясняет, что дабы открыть башню, нам нужно найти десять особых камней судьбы, и сейчас я хочу сбугуртнуть. Эти камни совершенно случайным образом разбросаны частично среди персонажей и просто по локациям. Алхимик вычитывает нужную инфу из книги, и на основе этой инфы даёт нам шпаргалку, где написаны конкретные имена людей и места, где мы можем найти эти камни. Я не знаю, как объяснить логичность данного явления, так как по сути это просто очень странно. Типа реально в книге инфа актуальна вот буквально на сейчас, или ты реально вычитал оттуда имена конкретных людей? Звучит как бред. Но это алхимия, наука, а я Геральт всего лишь белокачанный гуманитарий. В любом случае, данными шпаргалками я пользоваться не советую, так как вы и так рано или поздно найдёте все камни, если будете выполнять побочки, а не просто халтурить по главному квесту. Теперь пора бы разобраться с третьим неизвестным подозреваемым, который покупает значки убитых саламандр. В таверне мы находим нужного покупателя, но по Торезяне он отказывается говорить, как в принципе любой адекватный персонаж в этом мире. Поэтому пришло время культурного распития спирта. Лео Варден? Тот купец из предместья? А этот черкаш как тут оказался? Идём на дамбу, чтобы найти этого самого богача и спросить с него. Не за что, был рад помочь с трупом твоего друга. Спрашиваем с него за саламандр, и тот поясняет, что эти додики пагубно влияют на его бизнес, и вообще это не наше дело. Но, если мы вдруг убьём Еведа или уничтожим саламандр, то вот тогда и поговорим. Слушай внимательно, ведьмак. Есть силы, о которых ты ничего не знаешь, которые ты даже не можешь себе представить. Радуйся своему невежеству. Не сюжет дурдом какой-то. Если бы Донцова поиграла бы в эту игру, то скорее всего к середине прохождения она сбрила бы свои волосы и уехала в монгольский монастырь. Со всей этой собранной инфой мы идём к нашему дургану детективу и внезапно приходим очень даже вовремя, ведь тут его пытаются убить бандиты саламандры. Спасибо, Геральт. Ты спас мне жизнь. Мы беседуем с ним, пытаясь понять, что происходит. Он говорит, что ему надо бы сбить их со своего следа, а мы пока можем почилить. Рэймонд нам, если что, даст знак. Ой, какой обаятельный. Не желаешь меня приласкать, красавчик? Не понимаю. Наконец-то ко мне приходит молец и говорит, что Рэймонд ждёт нас. Однако стоит мне зайти к нему домой и медальон мне показывает, что что-то тут не так, а предчувствие говорит, что случилось нечто страшное. Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да. Не так быстро. 200 аренов. Уже это посеяло во мне сомнение. Раньше Рэймонд был заинтересован в деле и не требовал с нас деньги. Непонятно. Неясно. Плюс у него за каким-то фигом на столе лежит физштах. Странно всё это. Детектив заявляет, с тем больным заключённым случился трабл, и тот внезапно сдох. Ну сдох и сдох. Чё бубнить-то? И теперь нам поручено найти нашу подругу Шаню рот с ушами и вместе с ней вскрыть труп подозреваемого, чтобы понять, почему тот умер. Да, медсестеричка сейчас тоже в городе. Рэймонд хоть и немного странный, но делать нечего, надо идти. Путь к Шанина преграждает старуха, которая в своё время вывела из себя много игроков. Не припоминаю, чтобы я тебя приглашала. Но всё равно заходи, коли пришёл. Всё равно других гостей нет. Гостей? День рождения у меня. Что ты мне принёс, родненький? Я как раз заглядывалась на одни такие чудесные золотые перчаточки. Убирайся, врываешься в мой дом. Никакого уважения к старости. Чем я заслужила это на старости лет? Особенно рофельно, если прийти к ней бухим вдрызг. Что? Да ты пьян. Неправда. Игра про косипошу алкаша. Я же говорю вам. Мы добираемся до Шани и таки ведём с ней радушную беседу. Геральт? Как ты меня нашёл? По запаху твоего члена. Геральт просит её помочь со вскрытием, так как, увы, в отличие от Ведьмака, у Шани есть медицинское образование. Няша соглашается, но говорит, что она надо бы самому побольше узнать про криминалистику и вскрытие. Книгу по криминалистике можно купить у Краснолюда, плюс там дополнительный юморецкий раскрывает Винсент Мейс. Ты когда-нибудь делал вскрытие? А зачем? Если дырка от ножа в животе, значит банда. Если голова оторвана, значит оборотень или ещё какая хрень. Если язык чёрный и судороги, значит яд. В первом случае мы прижимаем могилу. Во втором передаём дело ордену или ведьмаку. В третьем 90% вероятности, что это сделала жена убитого. Местному грубовщику даём бутылку медовухи, за что тот любезно относит трупак подозреваемого обратно в лечебницу либиды, где мы уже встречаемся с рыжей. Вот это и наконец. Приступим к вскрытию. Осматривая труп, мы видим, что было нанесено достаточно много колота на живых ранений. Можно подумать на людей могилы, но труп весьма странно изогнут, напряжены мышцы, да и потыкали его походу уже после смерти. Значит, это не могила. Как говорят, дотошность основы успешного вскрытия. Ну что, углубимся в тему? Лезем глубже и видим, что он отравлен сильным алхимическим зельем, плюс ему отрезали опухший чёрный язык, чтобы скрыть признаки отравления. Можно подумать на алхимика Калькштейна, но есть пара нюансов. Во-первых, язык отрезали специально неровно, чтобы можно было по оставшимся частичкам понять, что отравление пытаются скрыть. Во-вторых, серьёзно, Калькштейн отравил человека и отрезал ему язык? Вы сами-то в это верите? Что-то тут не так. Это слишком просто. У меня мерзкое предчувствие, что за этим скрывается нечто большее. Мы идём на крайние меры, а именно вскрываем череп убитого. Тут-то мы и находим истинную причину смерти несчастного. Вскрывать череп это всегда удовольствие. Геральт, видишь изменения в структуре мозга? Личинка зериканской мухи ЦЦ. Очень опасной мухи. Ты нормально себя чувствуешь? Лучше, но как они попали к нему в мозг? Это часть их цикла развития. Если бы мы были в Зерикане, я бы сказал, что муха забралась к нему в нос и отложила там яйца. Насколько я знаю, мы всё ещё в темерии. Это нам очень сильно повезет. У нас слишком холодный и сухой климат. Мухи ЦЦ здесь не приживаются. И даже если у кого-то нашлись эти яйца, этому кому-то пришлось запихивать их в нос покойного. Не понимаю. А как выглядят эти яйца? Маленькие беленькие. Можно запросто спутать с мукой. Или с физштехом. Геральт, он нюхал физштех до того, как умер. Я сама ему его дала. Он очень страдал, а других обезболивающих не было. Но я думала, это порошок из надёжного источника. Откуда ты его взяла? Его достал для меня твой друг-детектив. Сказал, что это из каких-то запасников. До нас доходят. И мозаика складывается сама собой. Реймонд не смог сбежать от Саламандр. Те нашли его и убили. А Евет с помощью иллюзии выдает себя за детектива и ведет нас по ложному следу. Вот пид... Негодяй! Бедный Реймонд, все-таки они достали тебя. Ничего. Мы закончим то, что ты начал. Теперь, когда мы знаем правду, остается лишь узнать, каким способом этого дебила вывести на чистую воду и убить. С этим нам как раз-таки помогают бывшие подозреваемые. Кто-то очень хотел, чтобы я поверил, что ты поддерживаешь Саламандр. Вот тут-то я и решил, что Саламандры тебя послали меня пойметь. Хм. Угу. Интересно. Азар убил Реймонда и выдает себя за него при помощи иллюзий. Каков мошенник? Будь осторожен. Он очень силен. Его надо отрезать от источника своей силы, стихии огня. Замани его в место с нестабильной магической аурой. Хорошо бы, чтобы это место было окружено водой, противоположной стихией. Башня на болоте. Идеально. Там ты сможешь победить. Значит, нам в любом случае придется идти на болото и разбираться с делом башни. Хорошо, так мы и сделаем. Но обо всем этом вы узнаете в следующей серии наших замечательных приключений в мире Ведьмака. Если вам понравился данный выпуск и вы хотите еще, то ставьте ОРН и подписывайтесь, а если нет, то утопится ответ. А напоследок, вот вам еще рофлы от лжи Реймонда Нерлоу. Мне надо спросить тебя про начальника королевской стражи. Я видел его в городе не так давно. Он избивал голубых или еще каких-то извращенцев. Почему? А что тут непонятного? Все в городе знают, что начальник стражи ненавидит все, что называет извращениями, в особенности геев. Субтитры создавал DimaTorzok,